Код неисправности OBD2 Техническое описание, низкий уровень сигнала в цепи управления регулятора давления топлива 2 Что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к автомобилям, оборудованным OBD2, GESU, Mazda, Dodge, Chrysler, Ford, GMS, Chevy, Toyota, Honda и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки, модели, когда сохраняется код P2295, это означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил сигнал низкого напряжения от цепи управления электронного регулятора давления топлива, обозначенного 2 Цифровое обозначение 1 используется в системах, которые имеют несколько электронных датчиков давления топлива, регуляторы, это может относиться к конкретному блоку двигателей, но не всегда Обычный электронный регулятор давления топлива управляется PSM, напряжение аккумуляторной батареи и сигналы заземления используются для управления серводвигателем, который устанавливает регулирующий клапан таким образом, чтобы достичь желаемого уровня давления топлива Для любой данной ситуации, датчик давления топлива расположен в рампе топливной форсунки и позволяет PSM контролировать давление топлива, чтобы при необходимости регулировать напряжение регулятора давления топлива, по мере увеличения напряжения на серводвигателе электронного регулятора давления топлива клапан открывается и давление топлива увеличивается, пониженное напряжение на сервоприводе причины, его убрать, и давление топлива снизится, чаще всего регулятор давления топлива и датчик давления топлива объединены в Единый корпус, с одним электрическим разъемом, но могут быть отдельными компонентами, если фактическое напряжение цепи управления регулятором давления топлива ниже желаемого уровня, рассчитанного PSM, P2295 будет сохранен, и может загореться индикаторная лампа неисправности, MIL, связанные коды двигателя регулятора давления топлива, P2293 Производительность регулятора двух давления топлива, P2294, цепь управления регулятора двух давления топлива, P2296, цепь управления регулятора давления топлива, 2 высокие симптомы и серьезность, поскольку чрезмерное давление топлива может привести к различным проблемам с управляемостью и вызвать внутренние двигатели и каталитический нейтрализатор повреждения, код P2295 следует считать серьезным, Симптомы кода P2295 могут включать, задержанный запуск при холодном двигателе, черный дым из выхлопной системы, сниженная топливная эффективность, коды пропусков зажигания двигателя и коды управления холостым ходом также могут сопровождать P2295 причины Возможные причины установки этого кода, короткое замыкание или разрыв проводки и, или разъемы в цепи управления регулятора давления топлива Неисправный регулятор давления топлива Неисправный датчик давления в топливной рампе, неисправный PSM или программная ошибка PSM, процедуры диагностики и ремонта, чтобы диагностировать код P2295 Потребуется диагностический сканер, цифровой вольт, о-метр, DVOM, подходящий манометр топлива и надежный источник информации о транспортном средстве, например, AllData DIY Примечание, при использовании манометра необходимо соблюдать особую осторожность, топливо под высоким давлением при контакте с горячими поверхностями или открытой искрой может воспламениться и вызвать пожар Мне нравится начинать с визуального осмотра системной проводки и разъемов, сосредоточив свое внимание на жгутах и разъемах в верхней части двигателя Теплая верхняя часть двигателя делает его популярным среди вредителей в холодном климате, эти вредители часто грызут системную проводку и разъемы Подключите сканер к диагностическому порту автомобиля и получите сохраненные коды и данные стоп-кадра, запишите эту информацию, так как она окажется полезной, если процесс диагностики затянется, очистите коды и, если возможно, проведите тест-драйв автомобиля, если код будет немедленно сброшен, проверьте правильность напряжения и заземления аккумулятора на регуляторе давления топлива, если напряжение не обнаружено, проверьте реле источника питания и предохранители в соответствии со схемой подключения Получено из источника информации об автомобиле, если заземления нет, электрическая схема может помочь найти расположение заземления системы управления регулятором давления топлива и убедиться в их надежности Наличие напряжения и заземления на регуляторе управления давлением топлива побудило бы меня получить характеристики давления топлива из источника информации о транспортном средстве, а затем проверить давление в топливной системе с помощью манометра Всегда следуйте рекомендациям производителя по использованию манометра топлива Используйте сканер для наблюдения за данными топливной системы, одновременно визуально контролируя давление топлива вручную с помощью указателя уровня топлива Заподозрите неисправный датчик давления топлива, если уровень давления топлива, отображаемый на сканере, не совпадает с фактическим давлением топлива Изменения управляющего напряжения регулятора давления топлива должны отражать колебания фактического давления топлива, если этого не происходит, подозревайте, что либо регулятор давления топлива неисправен, имеется обрыв или короткое замыкание в одной из цепей управления регулятором давления топлива, либо неисправен PSM Используйте DVOM и следуйте рекомендациям производителя по тестированию электронного регулятора давления топлива и отдельных цепей управления регулятора давления топлива Чтобы предотвратить повреждения модуля управления, отключите контроллеры от цепи перед проверкой сопротивления цепи и целостности цепи с DVOM Дополнительные диагностические примечания, топливная рейка и связанные с ней компоненты могут находиться под высоким давлением Соблюдайте осторожность при снятии датчика давления топлива или регулятора давления топлива Проверка давления топлива должна производиться при выключенном зажигании ключом при выключенном двигателе КОИО